ПАПАТАРАДА Как сказал Фрэнк Заппо Music is the best Об этом отдельно мы поговорим когда-нибудь Конкретно о пластинке Джосс Гараж Ну Прекрасный солнечный день Солнце лупит прямо В лицо И в этой связи я Хочу показать пластинку Которую, наверное, многие не слышали А многие слышали Многие её не знают, а многие, наверное, любят Это Don Cherry Brown Rice называется Вышел альбом в 1976 году Записан, соответственно, в 1975 Очень интересная Штука Такая И Она подтверждает То, о чём я говорю Беспрестанно О том, что Музыкальные стили Названия музыкальных стилей Они Очень условные И Они не играют роли никакой, в общем-то Кроме Облегчения работы продавцов в музыкальных магазинах Просто вот люди, которые собирают Говорят Я слушаю металл Я слушаю джаз Я слушаю Классический рок Я, кстати, не знаю вообще, что это такое классический рок Вообще Честно Честное слово Я не знаю Я не могу дать определение классическому року Или там что-то ещё Что-то ещё Они Как-то Вот если человек замыкается на этом стиле Да я слушаю прогрессив рок И вот собирает человек Там Пять тысяч пластинок Так называемого прогрессивного рока А всё остальное как-то проходит мимо И Странно Это странно Это Так себя ограничивать Зачем Мир огромен Прекрасен Велик И музыки Так много И так она хороша И такая она разная Что Зачем так замыкаться Я не знаю Ну вот Дон Черри Я записал пластинку Определение стиля Который дать невозможно Я очень люблю такие пластинки То есть Дон Черри кто такой? Это трубач Да Это джазмен Все джазовые энциклопедии Везде написано про Дона Черри Авангардист Да Играл с Орентом Колманом Там с Арчи Шеппом С Альбертом Эйлером С Джоном Колтрейном Замечательная пластинка Авангард Вот У меня кстати она есть Я ее покажу тоже Как нибудь при случае Поговорим То есть как бы джаз Да Как бы джаз Вот Дон Черри Ага Это джаз Но вот Когда ставишь этот альбом На проигрыватель Или там включаешь Где нибудь Начинается музыка И Ты понимаешь Это никакой не джаз Ну не джаз Совсем Вот мы привыкли Да Что такое джаз Бибоб Там Хардбоб Авангард В том числе Да Ну не то Ни другое Ни третье Ни пятое Ни десятое Как кстати говоря У Майлса Дэвиса Тоже ряд пластинок Которые джазом назвать очень сложно По привычке условно Там Майлс Дэвис Джаз Ну там такой джаз Вроде джаз А вроде и не джаз Ну а здесь совсем не джаз Что же такое рок Вроде Какие то фразы музыкальные И построение композиций Вроде похоже даже на рок Но не рок Да По замашкам вроде фраер Но не фраер Это точно Да как в одном замечательном фильме Сказано Волдмюзик Тоже В разных статьях Причем англоязычных Причем таких Там музыковеды пишут Что Волдмюзик Что такое Волдмюзик Мы слышали мы все этот Волдмюзик Наслушались Да и И Пол Саймон это Волдмюзик Да и Дон Черри это Волдмюзик И где и что Какой Волдмюзик Да Да нет Все не то Все мимо Все мимо Эта музыка Настолько Глубока И широка Широка Глубока Сильна Да Красавица народная Как море полноводное Вот это вот Как море полноводное И есть Вот эта музыка Она Настолько Всеобъемлюща Настолько Неопределима И в то же время Доступна И в то же время Легко усвояиваема Никакого напряжения Хотя это авангардист Да Признанный всеми Но никакого напряжения Нигде не Нигде Не требуется Копаться Как-то копаться Разбираться Что же такое Там как-то Сыгранные Или как-то Диссонансы Какие-то Которые режут Ничего подобного Ничего подобного Ну что это Поп Какой-то джаз Нет Совсем не поп Это просто музыка Которая Выше и джаза И рока И попа И авангарда Я имею ввиду Определения Вот эти написанные Буквы написанные На бумажке Напечатанные Никогда не скажешь Что это такое И вот Рассказывать об этих Композициях Это значит Принижать их Как-то их Убого Пытаться классифицировать И засунуть На какие-то полки Где стоит очень много Много-много хорошего И очень много-много-много Плохого Скучного Коммерческого И неинтересного Ну что Вот я могу Сказать Да Давайте Давайте поговорим Браун Райс Первая композиция Дон Черри Труба Электропиано Голос Чарли Хайден Всем известный Да Бас Билли Хиггинс Ударная Фрэнк Лоу Тенор Саксофон Рики Черри Электропиано Банчи Фокс Электрик Бонга Вена Гиллис Голос Поет Дон Черри Да Поет Эта девушка Поет как Чик-чик Чик-чик А Чик-чик А Чик-чик А Чик-чик И это такой Транс Не транс Эмбиент Не эмбиент Электропиано Саксофон Но не джаз Да И вот На музыкальной фразе Которая поется Замечательным голосом Женским Какая-то идет Какое-то Такое море Вот ты входишь В это море Теплое И Оно безбрежно Оно беспредельно Но опять-таки Вот А эмбиент Мы наслушались Это скучно И неинтересно Нифига подобного Очень интересно Очень музыкально Очень все сыграно Все четко Все С одной стороны Момент импровизации Конечно присутствует С другой стороны Это написанная история Это Это прекрасная Композиция Дальше идем Малкаунс Все вроде бы на Акустическом На контрабасе Чарли Хайдена Очень неспешная Очень неспешная Игра Очень Спокойные фразы Медленные ноты Большие Да Четверти Вторые Четверти Восьмые Там Иногда Да Ну так вот Так неспешно Под Аккомпанемент Тамбуры Тампуры Тамбуры Тамбуры раскачка, да, но нет, ну абсолютно по-новому всё, вот по-новому и, опять-таки, я говорю, нет напряжения, нет желания заставить себя это слушать, ну-ка послушаю индийскую музыку, да, вот эта индийская музыка, ага, я буду врубаться сейчас в эти непонятные для европейцев построения, вот эти новые гармонии какие-то, вот оттуда индийские дела, вот эти всё, да, я послушаю, потом поставлю Дипёпл. Нет, 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 всё льётся, европейское ухо, оно спокойно это дело воспринимает, абсолютно, вот поверьте, просто кайф. Потом вдруг вторая часть врубается, врубается, как сказать, 4 артиста здесь всего играют, 4 музыканта, но всё это врубается, и Черри начинает играть на трубе, на своей замечательной, на корнете, точнее, на маленькой, маленькая труба такая изогнутая, и играет, ну вот это, наверное, есть world music, на самом деле, на самом деле музыка, которая и в Азии, и в Европе, и в Америке, и на Чукотке, и где угодно, она понятна, и она поёт о нашей жизни, о нашем существовании, и Черри играет соло на трубе, скажи, а, соло на трубе, ага, джазюга, нет, нет, не джазюга, он играет что-то такое одновременно, похожее и на восход солнца, и на боевой призыв, который играется на трубе, да, построение, в атаку, вот это всё, и вот это одновременно в атаку и восход солнца, то есть в атаку не бежим убивать, не бежим стрелять, да, нет крови никакой, это в атаку куда-то вот к свету, к свету, вот мы все собрались, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и вот этот призывный такой голос трубы, и одновременно солнце, небо, звёзды, луна, всё это вместе, такой кайф просто, так здорово, потом вдруг Черри начинает вспоминать, что он всё-таки играл с Ормутом Коуманом, когда-то, с Арчи Шеппом, и начинаются воспоминания об авангардных своих вот этих историях, взлёты вверх, падение вниз с дикой скоростью, вот-вот, всё это происходит, потом вдруг какой-то переключаемся на танец, на африканский танец, индийский танец, я не знаю, какой европейский танец, канадский танец, там, любой русский танец, всё это, всё это вместе, и потом опять восходит солнце, и в конце Чарли Хайден играет опять медленно и красиво, и вот эта музыка, вот это здоровски, на второй стороне первая вещь, начинается с пения, опять-таки, Дона Черри поёт Аумани Падмахум, и думают люди опять, ну, наверное, сейчас вот эти индийские пойдут, истории, и опять-таки, индийские, да не индийские, да не совсем индийские, а наоборот, очень даже и вроде как и рок начинается, и вроде как и эмбиент, и вроде как и понятные фразы, которые можно сыграть в рок-группой, спокойно, на концерте, да, вставить кусочек, и он будет естественным, он будет логичен, не будет никакого диссонанса, и здесь Черри уже идёт в хорошем смысле этого слова в разнос, такие пассажи, такие разговоры на трубе, такое там безумие начинается, но, опять-таки, без напряжения, без желания выключить, или наоборот, раскопать, переслушать нотки, куда, как диссонансы здесь, там, диссонансы, деги-деги, последняя вещь, но тут уже совсем всё, Черри играет на электрическом фортепьяно, поёт, Чарли Хайден на контрабасе, Билли Хиггинс, Фрэнк Лоу, тенор-саксофон, который даёт анти-джаз в хорошем смысле этого слова, то есть это хороший джаз, но это больше, чем джаз, это выше, чем то, к чему мы привыкли все, как это сделано, я не знаю, Рики Черри, Электрик Пиано, ещё одно, как это сделано, что в голове у Дона Черри, непонятно, потому что он настолько расширил понятие и джаза, и рока, у него, кстати, есть пластинка, я её покажу, в стиле фьюжн, так называемом, с электрической гитарой, тяжеленной, как будто группу Deep Purple играет на разогреве, а потом выходит Бен Дона Черри и убирает весь зал уже своим диким рёвом и грохотом и конкретными рок-фразами. Но здесь этого нет, зверства рок-н-ролльного, но любому человеку, который любит рок-музыку, это будет понятно, приятно и, не побоюсь этого слова, полезно послушать. Это очень хороший альбом, очень необычный и демонстрирующий то, что музыка выше любых определений, любых стилевых ограничений. Можно сказать, я не знаю, но она более доходчива, более проникающая, чем электрические записи Майлса Дэвиса, которые я обожаю. Но они, и нельзя сказать, что сложнее, потому что здесь всё сложно. И нельзя сказать, что они более жёсткие, не знаю, не знаю. Но эта музыка, она в том же духе, но она опять-таки другая. Она другая, и она не хуже, и не лучше, потому что она настоящая. И, в общем, я пошёл пить. А то сейчас расплачусь от восторга. Всё, пока. Субтитры создавал DimaTorzok